Слава Богу, теперь мы можем построить храм во имя святителя Иоанна Шанхайского на территории Центра Психического Здоровья, что в новинках. За год через центр проходит около 25 тысяч человек со всей Беларуси. Действительно он должен быть как уголок, уголок неба, кусочек неба, потому что здесь на окнах решеточки, да, везде слышно какие-то, ну да, наверное, стоны, крики больных, которые бывают в разных ситуациях. И как хорошо, чтобы эти люди попадали в храм, и он будет открыт. Здесь вот мы планировали вход со стороны больницы вот в этом месте, со стороны корпусов, а со стороны монастыря вот где-то вот в том углу будет такой парадный вход. Храм размещается на территории больницы, но абсолютно свободный доступ будет как с территории монастыря, так и из больницы. Можно будет беспрепятственно попасть в храм. Дерево, наверное, самый теплый, домашний и уютный в каком-то смысле материал. И в камне не получилось бы такого уюта и какой-то такой теплоты, которая дает дерево. А для людей, которые лишены вот этого домашнего тепла и проходят курс лечения, это как раз, наверное, самое такое востребованное качество, которое, будем надеяться, что проявится в архитектуре нашего храма. Когда он задумывался даже, когда мы начинали думать, разрешат нам его, не разрешат, то есть, в принципе, это понятно, что будет храм Анашинхайскому. Но все его житие – это как бы служение людям, служение больным, служение детям. Также Шанхай очень сильно оказывал помощь больным, в больнице ходил сам, помогал. И болящие там очень, там есть примеры чудесных исцелений по его молитвам. Когда человек заболевает, он идет к Богу всегда более интенсивно. Психиатрические болезни – это душевные болезни, это заболевание души. И оно настолько тесно переплетается с заболеванием духа, что иногда эта граница размывается. И поэтому очень важно это сотрудничество в психиатрии, как ни в какой другой отрасли медицины. Когда долго лежишь в больнице, поход в храм – это само по себе уже от души надо. Хотя бы даже как просто смена обстановки. Я не говорю уже о духовной помощи, которую ты там получаешь. А больница – это как маленький городок. Тут очень много людей, две тысячи человек. Очень много скорби, концентрация вообще этой боли душевной. Боль, которую невозможно утолить, которую невозможно утишить и утешить. Но как раз именно здесь и происходит это самое невозможное. Когда приходит Господь в то же самое отделение, к людям, которые измучились уже от своих состояний, от своих обстоятельств. И вот на твоих глазах, вот меня как сестры, например, и тех сестер, которые ходят в отделение, происходит вот это вот чудо – воскресенье. Очень многие люди, которые здесь лечатся, жизнь у них теряет смысл, теряет всякую цену, теряет вообще какой-то… Нет никакой перспективы, нет никакой надежды. И вот храм, мне кажется, это то место, где человек может открыть для себя новую жизнь, где человек может увидеть красоту Божию, и эта красота Божия даст ему силы бороться за жизнь. Построим храм вместе!